Слушай, а нафига нам уборщица? Да чтоб мамка не орала, что мы в комнате срём, а потом не убираемся. Ты не думаешь, когда она орёт? Нет. Ну вот и всё, всё. Какой бордак. Батя! Батя, хватит, бать! Бать! Что-то нема, бати. Хм, может, савунный день бухает? Слушай, я весь дом вернём переверну, бати, нема. Нафига себе, что это такое? Хм. Я всё понял. Ну и всё ты понял? Я ничего лично не понял. У бати появилась любовница. Как ты думаешь, какого она размера? Здорово, детки. Вот это тётка. Наверное, бати на любовница. Ни кого не ма. Давай, железная бочка, подходи. Я на уроке к кунфу панды ходил. Давай, подходи. Кроша, а я твой бача. Батя, а ну у тебя и вкус, что эта заходячая банка ходит по нашему двору? Она там ёжика сейчас изнасилует, если мы что-нибудь не придумаем. Ты о чём? Эту бабу я делал для Копатыча. Его любовники слишком худые, вот он и решил себе завести толстую. И попросил меня сделать её. А-а-а, крош, ёжик, на помощь. Чуть меня не изнасиловала ходячая банка. А, ой, слава богу, аккумулятор цел. Всё, можешь относить Копатычу. Слушай, как ты думаешь, нафига нас батя отправил Копатычу? Наверное, гряды будем палать, помогать. Слушай, надо сказать ему, чтоб он дом на меня свой переписал, а то состарится, куда этот дом денете? То есть я тут вообще не при делах, да? Да шоп с себя, ёб твою мать. Слушай, дядя, ты тут не офигел столько американки, я тут за два года не управлюсь. Слушай, племяшка, я тут вообще ни при чём, она сама тут поросла, вон, мохом и травой. Скоро твой дядя вообще будет бомжом. Не зря я в школе карате учился, сейчас мы её за пять секунд разрубим. Да мы уже за пять, а я вообще за два, сейчас ей будет хана. Слушайте, а американка чем-то напоминает клубнику, может она съедобная? Ты чё, серьёзно, потом из туалета не вылезешь. Ой, ёжик, ты оказался плавал, где кусты? Мне надо кусты срочно, я срать хочу. Слушайте, если вы пришли мне удобрить землю, так бы и сказали. Вы чё, а феерит, тут заяц рёт вообще-то. Ой, сори, племяш. Теперь надо только думать, кому дом завещать. Может тебе? Или этому ужасному, который торчит в сортире, целый день и вылезти не может. Ой, дядь, давай лучше мне. Я сейчас кому-то дам, ты не забываешь, а я старше тебя. И вообще, мы пришли только потому, что... Ой, опять? Да что ж это такое? Ладно, я вернусь, продолжим. А-а-а, дядя Капатыч! А-а-а, племяша мой улетел, а-а-а-а. Буф, пусти меня, я ещё в наследство не вступил, чтобы помирать. Буф, дядя. Спокойно, дядя Карпыч тебя сейчас спасёт. А-а-а, куда? Это ж мой будущий дом, куда вы полетели? Стойте! А-а-а, буф. Дядя, если ты решил избавиться от второго наследника, так бы и сказал. Буф. Да я и не собирался. О, сейчас нажрусь, а праздник живота буду отмечать. Бу-ху-ху. Ладно, дядя, я передумал по поводу дома, ты мне лучше свой огород завещай. Не понял. Это такой сильный ветер. Для нашего здорового дяди надо похмелиться. Ой. Интересно, где он мог так нажраться? Мы же всю его водяру спрятали. Племянники, дядя Карпатыч хочет похмелиться. Нет, дяде надо лучше поспать, потом похмелись. Ну да, дядя, ещё домики для скворцов жены сделал, надо идти сделать. Подожди, дядя, куда ты пойдёшь такой? Давай ты будешь спать, а мы всё за тебя сделаем. О, какие у меня хорошие племянники. Блин, дядя оказывается сделал, он сказал только покрасить скворечники и всё. О-о-о-о. Да в принципе, зачем их красить, они и так хорошо выглядят. Давай мы скажем дяде, что мы справились с его заданием. Слушай, по-моему, это наилучшая идея, если доски погниют. Нам ханать, дядя Копатыч, ааа, что нам делать? Слушай, пока он не проспался, давай быстренько всё сделаем и всё. О-о-о, ёпарат это. Ёжик, ты был прав, доски действительно погнили. Ну ладно, может сейчас покрасим, будет лучше. Блин, лучше не стало, пошли лучше оттуда, пока он не проснулся. А то ещё батя расскажет. Слушай, может он ничего не заметит? Эээ, ну как племяши дела со своими скворечниками, справились с заданием? Слушай, пошли отсюда, пока он с бодуна. Эээ, ну племяши порадовали, о молодцы какие, надо чаще им давать задание. Эээ, пацаны, давайте, залетайте в свои новые скворечники. Так мы не поняли, это что за хрень? Пацаны, давайте проучим этого алкаша. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Супер, летал бы так каждый день, жалко, что батя не разрешает. Ага. А мне вообще пофиг, моя бабуля не будет против, если я буду летааааа. Слушайте, детки, вам заняться нечем? Дядя Копатыч, ты сам попробуй. Это нереально круто. Это всё, конечно, круто, но я боюсь в воздухе обосраться. Да и сам полёт на парашюте очень дорого стоит. Да что за проблема, ты можешь взять кредит, а потом отдать. Надо же хоть раз в жизни порадоваться и сделать что-то для самого себя. Братцем, не волнуйся, всё будет хорошо. А нет, так в больничке годик-другой поваляешься и всё, будешь как огурчик. Дядя Копатыч, ты только не волнуйся, это батя просто так шутит. Если я навернусь, читайте завершение. Я ж надеюсь, что ты дом на меня переписал. Только попробуй не вернуться живым, я за тебя кредит потом не собираюсь выплачивать. Ну спас, ебал, дружил. Всё, давай, прыгай, а то у меня вертолёт уже не выдерживает тебя держать. Не думал, что так всё плохо закончится. Живой. Слава богу, парашют его выдержал. Так, я не понял, дядя Копатыч, а ты куда полетел? Вернись, ты ещё толком завещание не написал, кому что достанется. Ребята, снимите меня отсюда, я походу обосрался. Придётся сказать бабушке, что она скоро будет вдовой. Давай, снимите меня отсюда. Дядя Копатыч, мы уже идём. Мы летим на помощь. Отлично помогли, спасибо. Послушай, Крош, он случайно не родственник Виннипуха? Видимо, у них в привычку вошло летать. Ребята, я вернулся. Кому там наследство нужно было? Продолжение следует...